МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Каждый раз, отправляясь в новое путешествие по нашей необъятной стране, мы знакомимся не только с историей, достопримечательностями и градообразующими предприятиями городов и районов, но главное – с людьми, которые каждый день вносят свой вклад в развитие нашей Родины. Вне зависимости от размерного признака, для нас все города большие. Путешествуя по большим городам Казахстана, мы не смогли пропустить день рождения самого главного города нашей страны. Тем более, Астана отмечают юбилейную дату. По всей столице в эти дни проходят праздничные мероприятия. Одно из них посвящено нашему народному музыкальному инструменту. Национальный день Домбры – это мероприятие впервые отмечают в этом году в Казахстане. Указ, согласно которому в стране появился еще один праздник, президент Мурсултан Назарбаев подписал в середине июня. День Домбры призван консолидировать общество вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры идентичности. Теперь этот день будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье июля. На площади Мангелик-Ель в честь этого праздника собрались поиграть на Домбре и послушать любителей и профессионалов от мала до велика. Меня зовут Астана Али. Я играю на Домбре, потому что я казах. Меня сегодня встретил Нусултан Назарбаев. Когда я стану бойцом, я хочу быть как Нусултан Назарбаев, играть на Домбре. Домбра – это наше драгоценное достояние. Наших предков. Домбра – особый инструмент, так как духовное начало берет у Домбры. Издревле у казахов считалось, если ребенок не знает Домбру, то он не понимает душу своего народа. Звуки Домбры в этот праздничный день были слышны с каждого уголка города. На всеми любимом Арбате, например, была организована Домбра-пати, где каждый желающий мог продемонстрировать свое мастерство. Сущность-то одна у казахов и у Домбры, я так считаю, потому что мы были воспитаны, скалы пели звуками Домбры, наши батыры шли в бой под звуки Домбры, да, и наши красавицы Ару Сулулар, они свои секреты хранили, не знаю, в помощи. Домбра хранит все. Это генетический код, генетическая память страны, нации, я считаю. Судя по тому, что сцена не оставалась пустой ни на секунду, могу сказать, что жителям пришелся по душе этот национальный праздник. Останчане вообще отличаются тем, что активно поддерживают инициативы, направленные на развитие своего города. Этому свидетельствует еще одно мероприятие «Хакатон», которое нацелено на сбор конкретных предложений жителей города касательно улучшения общественных пространств. Сегодня было очень много оригинальных идей которые затрагивают трудности, проблемы, с которыми сталкиваются многие жители этого района и вообще в целом Астаны. И, на мой взгляд, одна из самых ценных идей, которая сегодня прозвучала, что мы можем взглянуть не с точки зрения универсального дизайна на благоустройство территории, а с точки зрения инклюзивного дизайна, когда в основу проектирования ложатся не просто бизнес-цели или даже не просто социальные потребности жителей и гостей столицы, но еще и права человека. На мой взгляд, права самых уязвимых слоев. Еще одним немаловажным показателем мероприятий подобного рода стало то, что здесь могут рождаться действительно нужные и актуальные для города идеи. Ведь самое главное, город должен быть удобным и комфортным для всех его жителей. Данное мероприятие, скажем так, очень полезное не только для города, для их жителей, для гостей, но также для маломобильных групп населения. То есть это люди на колясках с различными возможностями, также и мамы на колясках, да, там и так далее. То есть такой хакатон, на самом деле, я участвую впервые. Мы от своего имени, от Центра инклюзивного дизайна пришли с предложением инклюзивного дизайна для города Астаны, чтобы применить, то есть совместить наши предложения, чтобы в дальнейшем адаптировать на том же набережную, да, например, для того, чтобы набережная была доступна для всех. Здорово, когда жители сами проявляют инициативу и предлагают идеи по улучшению города. Еще одна добрая традиция сложилась у астанчан. Акимат района Сарарка запустил год назад благотворительный марафон «Впиши свое имя в историю Астаны». Теперь жители могут установить именную скамейку с памятной табличкой в парках, скверах и на набережной. Так они смогут публично выразить свою любовь к близким или запечатлеть важные моменты из своей жизни. Такая практика активно используется во многих странах мира. Яркими примерами являются знаменитый лондонский гайд-парк, зоопарк в Вене и парк в Мюнхене, где попасть в число меценатов, спонсирующих установку скамеек, очень даже непросто. А в Астане традиция устанавливать именные лавочки появилась еще в прошлом году. Одна из первых установлена в районе набережной, возле памятника Кенесары Хану. Девушка, встаньте с лавочки. Молодой человек. Где-то написано, что это ваша лавочка? Да, вот здесь. Действительно. Значит, получается, вы первый житель, кто установил именную лавочку. Совершенно верно. Присаживайтесь. Расскажите, как пришла идея? Хотел сделать уникальный подарок жене. Акимат Астаны запустил проект именной лавочки. Здорово. Как жена отреагировала на этот сюрприз? Как вы ей преподнесли его? Она была удивлена. Мы прогуливались по набережной месте. Присели на данную скамейку, и я намекнул на табличку. Она очень удивилась необычным подарком. То есть история для внуков обеспечена уже, да? Да. Здорово. В этом году полюбившаяся астанчанам добрая традиция «Впиши свое имя в историю города» продолжена. Только на набережной будут установлены 125 именных скамеек. Жители уже активно начинают приобретать столь оригинальный подарок родным и любимому городу. Наша красавица-столица в эти праздничные дни находится в центре внимания. Каждый пытается поразить именицу, сделав необычный подарок. Один из таких даров вела пешеходный мост через реку Есимь. Подарок от Итараусской области, оригинальность которого вы можете оценить уже сегодня. Дизайн моста соответствует мировым трендам в архитектуре и создает внутри пешеходной зоны причудливую игру света и тени. Конструкция спроектирована и построена с учетом погодных условий, в том числе ветровой нагрузки. С первого дня открытия мост привлек внимание жителей и гостей столицы. За эти 20 лет Астана стала настоящим мегаполисом. Изменился архитектурный облик города, а в преддверии празднования юбилея каждая улица нашей столицы становится все наряднее. Вы, наверное, заметили, что многие улицы в этом году оформлены в определенной тематике. Самая веселая из них – улица Бейбичелек. Здесь, на мультяшной аллее, расположились любимые детские герои. Кунг-фу панда, спанч-боб, смешарики и смурфики. А вскоре к ним присоединятся и герои казахских сказок – Ертостик, Ташабала и другие. Пройти мимо этих персонажей просто невозможно. А некоторые жители и вовсе готовятся заранее ко встрече со своими героями. Сегодня я гуляла по Мире и встретила своих любимых героев-смурфиков и вот этих вот рыбок. Как-то мы проезжали, только их устанавливали, эти фигуры. Я ей супругу тогда предложила, как только все установят, давай, говорю, съездим, детей пофотографируем. Уже на протяжении, наверное, двух недель или трех я его упрашиваю. Сегодня, наконец-то, мы выбрали момент. Одели ее, чтобы специально на фоне этих фигурок всех пофоткать. Потому что их много, и мы дальше еще поедем. Очень красивые фигурки. Вообще, каждый год город украшают очень красиво. Каждый год что-то новое. Туалее зонтов. В этом году, по-моему, аллее цветов и шаров. Мы хотим посетить все места, сфотографироваться на память, чтобы в дальнейшем видеть наш город еще красивее, прекраснее, чтобы он каждый год так расцветал. Вот такая наша юная столица сегодня. А впереди у нее большое и светлое будущее. Ведь какие ее годы! Пожелаем Астане процветания и не менее динамичного развития. С вами была программа «Большие города». Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова